Закладчики, кладмены или, выражаясь языком закона, лица, осуществляющие сбыт наркотических веществ. Как ни назови корабль, а поплывёт он в одни места, не столь отдалённые. К сожалению, эта псевдопрофессия последнее время набирает популярность. Многих привлекает быстрый заработок, вот только лёгкие деньги обходятся дорого. Способы вербовки кладменов самые разные, начиная от устного договора и заканчивая предоставлением так называемому работодателю скана паспорта со всеми данными. А порой даже и заключение контракта в письменной форме. Несколько лет назад в Сарове задержали одного такого сбытчика. Привозил сюда в город Саров солидные партии. Вот у него был, скажем так, на руках фактически договор, подписанный с той организацией, которая его наняла. Естественно, он понимал, чем он занимался, но трудное финансовое положение его и его родителей, и, как он говорил, мама подвигла его на эти факты. Порой в эту сферу идут люди, ведомые самыми благородными порывами помочь семье, близким людям. Вероятность попасться правоохранительным органам близка к 100%, утверждают многие статистические исследования. А потому важно понимать, что, сев за решётку, вы не только не сможете помочь родным, но и сломаете свою жизнь. Всё, что связано со сбытом, если это групповое, в том числе зависит от веса, изъятого наркотического вещества, то это уже приближается ближе к 10 годам. А всё, что групповое и побольше вес, это вплоть до 20 лет лишения свободы. За этот год сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, которые занимались сбытом наркотических средств в нашем городе. Часть дел уже передали в суд, по-другим ведут расследование. Если вам в сети предлагают лёгкие быстрые заработки, где всего-то нужно доставить товар из точки А в точку Б, тысячу раз подумайте, прежде чем решите согласиться на подобные сомнительные предложения.